Поездку в район совершили депутаты Законодательного собрания под руководством председателя Сергея Голубева. Они посетили Калязинский муниципальный округ. Основной темой парламентского дня стало обустройство развития туристического потенциала территории. Участие в рабочей поездке парламентариев принял главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков. Свой визит в Калязин депутаты начали с осмотра набережной Волги, откуда открывается прекрасный вид на колокольню Николаевского собора. Реконструкция была проведена в прошлом году по проекту, победившему во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. И как местный житель, и как депутат, и как руководитель с большим коллективом, соответственно, хотелось бы отметить, что проект, в принципе, выполнен достойно. Горожане очень рады, и сам с семьей посещаю, и вижу посещаемость этого объекта культурного. За два года на набережной была проведена большая работа. Выполнено зонирование территории, укреплена набережная, уложены пешеходные дорожки, установлены скамейки, арт-объекты, детские и спортивные площадки, камеры видеонаблюдения. Федеральное финансирование проекта составило 50 миллионов рублей. Также средства были выделены из регионального и муниципального бюджетов. Много замечательных объектов, город преображается, как и многие города на территории Тверской области. Мы просто сегодня, как парламентский контроль, осуществляем за реализацией тех программ, которые депутаты принимали, поддерживали. Самые добрые такие впечатления относительно тех изменений, которые произошли. Мы знаем, что депутатский корпус активно работает, администрация Калязинского, теперь уже муниципального округа. Далее участники парламентского дня возложили цветы к памятнику святителю Макарию Калязинскому. Одна из главных достопримечательностей города расположена на улице Карла Маркса, ведущей к Углическому водохранилищу на туристическом маршруте. Рядом ведется реконструкция дома купцов Полежаевых, объекта культурного наследия. Будут размещены экспозиции Калязинского краеведческого музея. За последние несколько лет работа идет активно. Благодаря тому, что программа принята на областном уровне по ремонту дорог, ежегодно мы получаем на ремонт дорог порядка 50 миллионов рублей. Это позволяет планомерно приводить дороги в городе порядок. Мы увидели, что дороги у нас хорошие. И вот в течение двух лет последующих мы все дороги приведем в хорошее состояние. После посещения объектов благоустройства и туризма, участники парламентского дня встретились с депутатами законодательных органов муниципалитета. В ходе встречи парламентарии обозначили направление общей работы, обсудили планы по дальнейшему развитию округа. Сейчас бюджет Калязина, Калязинского, вернее, муниципального района еще пока более 600 миллионов рублей. И я очень надеюсь, что с более активным участием в областных программах и с большим тенденцией к развитию благоустройства эта сумма увеличится, в том числе за счет туристического потока. Поэтому очень важно развитие ремесел, музеев, в которые мы побывали, вот улиточная ферма, очень любопытный такой объект. И объекты благоустройства Калязина, естественно, это требует контроля, соблюдения сроков. Как отметил председатель законодательного собрания Сергей Голубев, сейчас важно сохранить темп развития муниципального образования, ведь в летний период за счет потока отдыхающих население округа увеличивается до пяти раз. Жители Калязина и туристы, пополняющие местный бюджет, должны видеть те изменения, которые происходят и будут происходить в дальнейшем. Субтитры создавал DimaTorzok